Всем добрый день! Сегодня будет обзорная лекция про лямбда-исчисления и теорию типов. Я намеренно сделал эту лекцию почти без технических подробностей. Здесь будет много истории, мало формализации. Какие-то фрагменты формальной системы мы посмотрим, но мы даже не посмотрим целиком на лямбда-исчисления или теорию типов, не посмотрим на них как на цельные формальные системы. Это такое обзорное, вводное изложение, призванное мотивировать дальнейшее самостоятельное исследование этих тем. Поскольку это мотивация для дальнейших исследований, сразу же могу обозначить несколько интересных источников, на которые стоит обратить внимание. Это в первую очередь книжка Бенджамина Пирса «Типы и языки программирования». Она даже на русский язык переведена, но переведена под названием «Типы в языках программирования». Затем это сборник под редакцией тоже Бенджамина Пирса, продвинутые темы в типах и языках программирования. Также серия электронных книжек, которые разрабатываются коллективом авторов. Серия по основаниям программного обеспечения. Серия из шести томов, но можно обратить внимание на первые два тома, которых будет вполне достаточно, чтобы ознакомиться с этой тематикой. Перейдем непосредственно к тому, что у нас сегодня будет. Для начала немного дальней такой истории, далекой истории. История способов записи для абстракции и подстановки могут быть прослежены по меньшей мере до работ Джузеппе Пиано, опубликованных в книге «Об аксиомах арифметики» в 1889 году. До работ Готлупа Фреге по определению понятия функции и также до первого тома его книги «Основные законы арифметики», соответственно, они опубликованы в 1891 и в 1893 годах. До книги Чезаре Буральфорти «Логика математика» в 1894 году. Также до работ Бертрана Рассела в 1903-1905 годах. Это «Принципы математики» и связанные с этой книгой рукописи. Также трехтомника Бертрана Рассела и Альфреда Уайтхеда «Принципы математика» в 1910-1913 годах. Но, тем не менее, ни один из этих авторов не дал формального определения понятий подстановки и преобразования. Определения этих понятий даются в комбинаторной логике и в лямбдоисчислении. Начало комбинаторной логики были заложены Моисеем Шинфинкелем, который представил свои идеи в 1920 году в докладе для исследовательской группы Давида Гильберта. Доклад был опубликован позже, в 1924 году. Основной целью Моисея Шинфинкеля было избавление от понятия связанной переменной. Это понятие он считал чем-то дополнительным, второстепенным. Он считал связанные переменные второстепенными синтаксическими понятиями. Для этого Шинфинкель ввел то, что сегодня называется базовыми комбинаторами. Это комбинаторы B, C, I, K, S. Шинфинкель доказал, что комбинаторов K и S достаточно для определения всех прочих базовых комбинаторов. Мы немножко на этом моменте позже остановимся. Также Шинфинкель дал набросок доказательства комбинаторной полноты. Он указал, что функции от многих аргументов можно преобразовать в функцию, берущую свои аргументы по одному. В настоящее время эта операция известна как карирование в честь Хаскела Кари. Но, кстати, сам Хаскель Кари предлагал называть... Он сам приписывал рассмотрение этой операции Шинфинкелю. Он прекрасно об этом знал. Хотя, вообще говоря, с исторической точки зрения, было бы корректно даже говорить о том, что Фреги был первым, кто это описывал. По крайней мере, значительно раньше это сделал. Может быть, кто-то еще до Фреги что-то подобное говорит. Наконец, исследования в области логики привели, уже упомянутого Хаскела Кари, к необходимости изучения понятия подстановки. Тут надо отметить, что правила подстановки являются несколько более сложным правилом по сравнению с другими правилами вывода. В частности, если брать, в принципе, математика, например, то в ней явное определение правила подстановки отсутствует. Такая интересная, скорее социологическая даже заметка по поводу правил подстановки. В первом издании канонического учебника логики под авторством Давида Гильберта и Вильгельма Кермана это правило для логики предикатов дается с ошибкой. Вот интересный такой нюанс. То есть правило немного посложнее, чем остальные правила вывода и вызывает особый интерес. В 1926 году Кари начал работать над разбиением процесса подстановки на более простые составляющие и сформулировал понятие комбинатора, схожее как раз с идеями Шинфинкеля. В следующем году, в 1927, Кари, это точно известно, он ознакомился со статьей Шинфинкеля, он поехал в Гöttingen и в 1930 году там защитил диссертацию под руководством Бернайса. В этой диссертации он, в частности, доказал комбинаторную полноту для набора комбинаторов B, C, K и W. В работах Шинфинкеля и Кари всякий комбинатор мог применяться к любому другому комбинатору и к самому себе. Позднее этот нюанс был подвергнут критике с точки зрения семантики, например, критические замечания высказывались Уиллардом Клайном. Но, вообще говоря, у Кари не было требования, чтобы каждая часть формальной системы имела какое-то значение в некоторой теоретике множественной семантики. Вот поэтому для него это не было настолько актуальным. Ну, вообще, давайте посмотрим, как выглядит приблизительно, вот так чисто обзорно. Посмотрим, как выглядит комбинаторная логика. Вот можно задать такой набор комбинаторов. Это комбинатор А и это комбинатор творчества. Что принимает, то и возвращает. Комбинатор К, комбинатор С. Вот они вот так вот выглядят. Соответственно, мы можем рассмотреть такой вот пример. Допустим, у нас есть запись вот такая вот С, К, К и Х какой-то. Вот, соответственно, мы сначала от внутренних скобок избавляемся. Они у нас были нужны для группировки. Потом мы, соответственно, делаем преобразование комбинатора С, да, вот по тому, как он у нас определен. У нас получается вот такая вот запись. Далее мы преобразуем и еще раз, и в итоге у нас выходит просто Х, да. То есть видно, что вот такой вот С, К, К и Х будет равен Ху. То есть это, по сути, замена для комбинатора творчества, для комбинатора А. Вот, но вообще комбинаторы можно представить как лямбда термы без свободных переменных. Да, вот, дальше мы посмотрим, как выглядят лямбда термы и немножко поговорим о связи с комбинаторами. Вот, соответственно, лямбда исчисления. Лямбда исчисления было впервые сформулировано Лонзо Чорчем в 1928 году. Публиковано оно тоже с задержкой в 1932 году. Главным замыслом Чорча было построение формальной системы, которая служила бы более естественным основанием для логики, чем теория типов Бертрана Рассела или теория множеств Эрнста Цермела. Система Чорча основана на понятии функции, а не множества. И в качестве примитивов там выбраны абстракция и применение. Что это такое, мы позже будем смотреть. Система Чорча в том виде, в каком она была опубликована в 1932 году, представляла собой бестиповую логику с неограниченной квантификацией и без правила исключенного третьего. Практически сразу же после публикации статьи в ней, в этой системе было обнаружено противоречие. Достаточно быстро Чорч его разрешил. В следующем 1933 году он опубликовал уже свою статью с исправлениями. И вот в этой новой статье он высказал даже надежду, что для его формальной системы будет найдено доказательство непротиворечивости. Но в смысле того, что он высказал надежду, что результаты Курта Геоделя, то есть теоремы о неполноте 1931 года, не имеют места для его формальной системы. В течение периода с 1931 по 1934 годы Чорч совместно со Стивеном Клини и Баркли-Россером получил ряд важных результатов, связанных с лямбдоисчислением. Для варианта исчисления 1933 года также было получено доказательство того, что формальная система, точнее, так скажем, ее логическая часть, а не само лямбдоисчисление, содержит противоречия. В дальнейшем чистое лямбдоисчисление оказалось весьма богатой теорией, хотя изначально такой большой надежды на это у исследователей не было. В частности, для чистого лямбдоисчисления был доказан вариант теоремы Чорча-Россера, что, в общем-то, гарантирует непротиворечивость. Также была обнаружена связь с комбинаторной логикой. Более того, было показано, что класс определимых в лямбдоисчислении функций эквивалентен рекурсивным функциям Эрбрана-Гёделя, а также Тьюринг вычислимым функциям. На основе этого результата был сформулирован тезис Чорча, состоявший в том, что лямбдоопределимость схватывает неформальное понятие эффективной вычислимости. Другими словами, функция на натуральных числах лямбдо вычислима тогда и только тогда, когда соответствующая ей функция на числах Чорча может быть представлена в виде термо-лямбдоисчисления. В конце концов, это позволило дать отрицательный ответ на проблему разрешения для первопорядковой логики. То есть решить задачу по обнаружению алгоритма, принимающего описание проблемы разрешения, то есть некоторый формальный язык, и математическое утверждение на этом формальном языке. И через конечное число шагов, выдающий ответ вида истины или ложь. Сначала Чорча доказал, что чистое лямбдоисчисление рекурсивно неразрешимо, а затем, что не существует рекурсивной процедуры разрешения для определения общей значимости в первопорядковой логике. Эти же два результата были независимо получены Алланом Тюрингом. Последний в 1935 году слушал курс тополога Макса Ньюмена по проблемам, связанным с основанием математики, по результатам которого получил свои результаты. опубликовал их и затем переехал в Принстон для того, чтобы защитить под руководством как раз Чорча диссертацию. После того, как было обнаружено противоречие в системе Чорча от 1933 года, Чорч в каком-то смысле отошел от своей идеи формулировки общей бестиповой логики для основания математики и переключился на решение задач по формулировке теории простых типов на основе лямбдоисчисления. Последнее выразилось в системе, опубликованной в 1940 году, которая послужила основанием практически для всех работ в области теории типов. Карри также работал над теорией типов и первые заметки, по которой от Карри известны с 1928 года. Подход Карри отличается от подхода Рассела, собственно, основоположника теории типов и Чорча. Если в подходе Чорча значение присваивается только правильно типизированным термам, или точнее выводам типов, то предполагают, что типизация определяет значение. Например, два одинаковых комбинатора с разными типами будут иметь разные значения. То в подходе Карри значение присваивается термам вне зависимости от их типов. То есть термы интерпретируются как термы нетипизированного языка. Это, в свою очередь, предполагает, что два одинаковых комбинатора с разными типами могут иметь одно и то же значение. Они даже не то, что могут иметь, они имеют одно и то же значение. Подход Карри также называют полиморфическим. О полиморфизме дальше будет немного подробнее. Также различие между подходами Рассела Чорча с одной стороны и Карри с другой состоит в том, что Рассела Чорча ввели типы для ограничения языка таким образом, что проблемные выражения были бы запрещены. А подход Карри в принципе разрешает использование любого комбинатора, но при этом комбинаторы получают своего рода метки, которые определяют их использование. Кроме того, в 30-х годах Карри заметил то, что позже было названо соответствием или изоморфизмом Карри Говарда, которое в наиболее простой форме представляет собой изоморфизм между типами, приписываемыми комбинатором, и формулами с импликацией, доказуемыми в интуиционистской логике. Позже у Вильяма Говард в 1969 году, результат опубликован намного позже, в 1980 году, Говард обнаружил соответствие между выводами типов и выводами высказываний, а также ряд других расширений этого соответствия обнаруженного ранее Карри. В рамках теории типов имела место проблема того, каким образом следует понимать типы. Еще в принципе математика Рассел и Вайдхеда имела место два понимания. Во-первых, типы как область значимости пропозициональных функций, во-вторых, типы как множество. Первая интерпретация типов, то есть как значимости пропозициональных функций, связана с грамматическими категориями. Допустим, нам дана некоторая пропозициональная функция. Тогда имеется класс объектов, тип аргументов этой функции. Такое, что функция имеет значение в том случае, если она применяется к объекту данного класса. Вторая интерпретация типов, то есть типы как множество, связана с разработками в области теории множества, в частности, в области иерархии простых типов, а также теоретика множественных моделей теории типов. К этим двум интерпретациям в 70-80-х годах были добавлены еще две. Во-первых, это типы как объекты в категории, во-вторых, типы как высказывания на основе соответствия Кари Говарда. Чуть подробнее, наверное, стоит остановиться на типах как грамматических категориях. Тут тоже очень интересная и богатая история. Дело в том, что Эдмунд Гуссерль в 1900 году попытался разработать чистые априорные законы позиционного значения. В конечном счете его идеи Казимира Твардовского были усвоены Львовской, и, в частности, Станиславом Лесненецким и Казимиром Айдукевичем. Айдукевич первым разработал формализацию категорной грамматики. Ну а давнейшее развитие его идей было продолжено Егошу Абархиолом, а также Иоакивом Ламбиком. Что привело, например, к применению теории типов в математической лингвистике. И так и появилась грамматика Монтедю. Ну вот посмотрим, как лямбда-исчисление выглядит. Вот здесь вот на этом слайде дается описание синтаксиса. У нас есть определение терма через переменные абстракции. Таким образом выглядит. Да, есть некоторые конверенции, которые помещают дальнейшую работу. и описание того, как переменные связываются. Типовое лямбда-исчисление служит основой для большого числа различных систем типов и представляет собой что-то типа вычислительного фундамента для теоретики. На самом деле лямбда-исчисление является одним из нескольких исчислений используемых для изучения языков программирования. Например, можно выделить еще пи-исчисление. Оно используется для описания семантики языков параллельных вычислений. Исчисление объектов, которые используют для исследования объектно-ориентированных языков. И так далее. В лямбда-исчислении все является функциями. Даже аргументы функции и то, что функции возвращают, это тоже функции. Синтаксис лямбда-исчисления состоит из трех видов термов. Это переменная, абстракция, применение, как я уже сказал. Для лямбда-термов мы будем в дальнейшем использовать эти конвенции на слайде. Во-первых, мы будем говорить, что применение лево ассоциативно. А во-вторых, будем говорить, что тела абстракции простираются направо, как можно дальше. Нужно различать переменные объектного языка и метапеременные, соответственно, различию объектного языка и мета языка. Я думаю, понятно. Переменная, некоторая переменная x называется связанной. в том случае, если она находится в теле лямбда-абстракции. То есть тело обозначено с помощью t у нас. То есть это лямбда, которая связывает переменную x в теле t. Получается так. Лямбда работает подобно квантеру. Вот. То есть лямбда является связующим определением с областью видимости t. Таким образом. Вхождение x свободно в том случае, если оно не связано никакой вышележащей абстракции. Терм без свободных переменных называется замкнутым. Замкнутые термы называются комбинаторами. Например, комбинатор тождества, который мы уже видели. Вот. Можно также выделить. Или что-нибудь еще там какой-нибудь другой, там s или k, например. Мы, когда будем типы обсуждать, посмотрим на них немножко подробнее. Вот. Соответственно, комбинатор тождества это комбинатор, который при вычислении просто возвращает свой собственный аргумент. Это будет лямбда x, x, например, вот так вот. Соответствовать. Вот так вот. Если в лямбда-исчислении этот комбинатор может быть так. В чистой форме лямбда-исчисления не содержит каких-либо консультантов или интернерных операторов. Ну, например, там чисел, каких-то аргументических, даже полевые значения и так далее. в чистом лямбда-исчислениях которые тоже являются функциями. Ну, дадим операционную семантику, то есть опишем некоторые правила абстрактного вычислителя какого-то, который производит вычисление над термами в соответствии с этими правилами. Каждый шаг вычисления состоит в том, что в терме применения, в котором левый член является абстракцией, связанная переменная в теле этой абстракции заменяется на правый член. Вот запись вот такого вот вида. Как вот здесь у нас есть. Что тут у нас происходит? Мы говорим, что вот эта лямбда связывает переменную x в теле абстракции t1. И здесь вот у нас есть применение. Мы осуществляем применение. Мы должны взять t2 и подставить вместо x в тело абстракции. При этом лямбда у нас пропадет. Вот. Делаем подстановку в t1. Вот. Как это выглядит? Вот у нас, допустим, есть опять лямбда тем, который соответствует комбинатору тождества. Мы применяем его к какому-то y. Соответственно, мы должны взять этот y и подставить вместо связанной переменной в тело абстракции. У нас лямбда связывает x. Соответственно, вот в теле абстракции у нас только x есть, больше ничего. Мы берем и вместо мы и мы вычислили вот. Терм вида такого вида, где у нас применение будет осуществляться, называется редоксом, то есть сокращаемая переписывание редокса в соответствии с правилом называется бета-редукцией. Вообще разработаны различные стратегии вычислений лямбда-выражений. Каждая стратегия определяет то, какие редоксы в терме следует вычислить на следующем шаге. Это, например, полная бета-редукцией. Любой момент может сработать вообще любой редокс. Это нормальный порядок вычисления, при котором сначала сокращается самый левый самый внешний редокс. Это, например, вызов по имени. Он реализован в таких языках программирования, как Algol60 и Scala. При вызове по имени редукция внутри абстракции не позволяется. В остальном это стратегия вычисления схожа с нормальным порядком вычислений. Вызов по значению он реализован в C, в Common List, в Java, в Scheme. при вызове по значению редуцируются только самые внешние редоксы. Причем при условии, что правая часть редокса уже приведена к какому-то значению, то есть замкнутому терму, который уже вычислен и не может быть вычислен далее. Существуют и другие стратегии вычисления, например, аппликативный порядок, то есть слева направо изнутри наружу, вызов по ссылке, когда функция получает ссылку на переменную вместо ее значения. Вызов по соиспользованию функция получает значение, содержащее ссылку на объект. Вызов по копированию восстановлению, частичные вычисления вычисления, как в языке хаспель, например. вызов по макро раскрытию, когда текстовые подстановки осуществляются, макросы как-то обрабатываются. Вызов по преднамеченности, оптимистичные вычисления и так далее. В общем, очень много разных стратегий вычислений. Ну, есть некоторая классификация для них, и вычисления делятся на строгие и не строгие. В самом отношении использования строгих стратегий вычисления, например, к ним относится вызов по значению. При строгих аргументах функции всегда вычисляются, независимо от того, используются они в теле функции или нет. При нестрогих стратегиях вычисления, например, вызов по имени, вычисляются документы, которые действительно используются. В дальнейшем мы будем использовать стратегий вызов по значению. Я напомню еще раз, что в лямбе исчислений все функции одноместные. Функции с несколькими аргументами могут быть представлены в виде функции высшего порядка, которые возвращают функции в качестве результата преобразования. Соответственно, функция нескольких аргументов называется декорированием. ну давайте как-то обогатим наш язык. Вот введем туда бульевое значение. Вот будем считать, что вот так вот определенный способ вывел константы соответственно истина и лов. Можно определить комбинат, который подобен конструкции из аналс. Если то в противном случае. Бульевое значение являются условными выражениями, поскольку они принимают два аргумента и выбирают либо первый из них это истина, либо второй. Ну вот давайте например допустим у нас такая запись есть вот это вот tst потом true 1 и 2 какие-то что там за 1 и 2 нас не должно волновать это какие-то метапеременные здесь мы так вот очень вольт с вводим тут какие-то конструкции которых у нас по идее не должно ну это только для пояснения как это работает я уже сказал что true тст соответствует и взан раскрываем тст по определению вот у нас вот так вот получается и подчеркивается тут рейд в которых был редуцирован на следующем шайе то есть мы должны делать издевать кнопку трубу вместо ица в тело абстракции подставили первая лямбда у нас исчезла дальше у нас трех и мы должны единицу подставить вместо игрека в тело абстракции дальше мы бойку должны вместо z подставить в тело абстракции мы это сделали все все применения выполнены у нас получилось true 12 ну дальше мы true по определению скрываем мы должны единицу теперь вместо ица в тело абстракции поставить у нас получается лямбда ирик 1 да и теперь мы должны вместо игрека в тело абстракции поставить но у нас нету то есть подставлять некуда соответственно пропадает мы вычислили у нас получилось единица то есть у нас получилось если истина то один в противном случае два мы передали истина давайте посмотрим что будет если ложь передадим вот у нас тест флс 1 2 по определению раскрываем остановку вот такая конструкция ну тут аналогично тому примеру который только что мы с истиной рассмотрели единицу ставим теперь двойку вот раскрываем вот вот терм да мы должны флс раскрыть по определению теперь единицу должны вместо x в теле абстракции но x у нас в теле абстракции нет поэтому единица просто попадает и лямбда по y тоже вот теперь двойку вместо y подставить и у нас вычислилась двойка то есть мы передали ложь соответственно третий аргумент у нас сработал двойка в первом случае у нас сработал соответственно второй аргумент то есть единица вот так вот это работает ну далее можно определить булевые операторы в виде функции конъюнкция определена допустим дизюнкция отрицание вот ну давайте немного над конъюнкцией подумаем в данном случае конъюнкция представлена как функция названа здесь end вот она получил два булевых значения y если x если x истинен и она возвращает флс ложь если стандартная конъюнкция которая истинна только в случае когда соответственно обе оба конъюнкта истинны вот ну можно пойти дальше определить числа черча вот таким вот образом да у нас каждое натуральное число каждое натуральное число n представлено в виде комбинатора вот вот такого вот c с индексом n здесь вот s это соответственно функция взятия следующего числа за данным z это 0 отсчета и таким образом число черча выполняет некоторое вычисление n количество раз вот число это вычисление без разницы какое да какое мы им передадим выполнять можно для чисел черча определить стандартные арифметические операции да вот функция допустим принимает аргумент затем аргументу ну и так далее вот вот но много помедитировать над этим 2 плюс 1 и 1 плюс 2 вот у нас записи уже есть по определениям ну мы на самом деле да это штука с некоторыми особенностями вот ну тут интересно что да разным да вот у нас 2 плюс 1 ну допустим мы выбрали какую-то стратегию вычисления вычислили 2 плюс 1 у нас получилось там вычисление ну скажем за 10 шагов да потом мы с той же самой стратегией вычисления пробуем работать с примером 1 плюс 2 и у нас получается вычисление за шагов может оказаться разным и вот гулянда исчисления мы соответственно можем на основе количества шагов разлить плюс 1 и то же и если нам важно эффективность какая-то да мы можем обратить внимание на эту разницу соответственно когда мы допустим реализуем ну когда какой-то инженер реализует некоторое некоторое арифметическое допустим операции вычислительной машине да он может обратить внимание на то какие операции в каком порядке аргументы надо передавать арифметическое аргументы они для вычислений ну то есть получается так что вот в лямбда тракции представляет собой описание операции которую нужно произвести имея некоторый аргумент термо могут вести себя по идее одинаково будут давать одинаковые значения будут требовать разных вычислительных ресурсов а вот это связано с тем что интенсиональную конструкцию но при этом к ним к лямбда исчислению можно добавить что-то типа принципа экстенсиональности и тогда мы от этого уже сможем переходить к более понятным абстракциям вот ну определение термо у нас уже в общем-то было да то есть мы говорили что терм может быть переменной может быть абстракцией или применение вот соответственно можно определить множество свободных переменных как fv у нас будет определяться здесь на слайде можно определить множество способных оно определяется как bv а здесь вот на слайде вот далее при вычислении термо вообще-то может получиться какое-то значение либо вычисление может зайти в тупик какие-то странные термо применение функции возвращающей предыдущее натуральное число к булевому значению у нас получится что-то странное если мы это сделаем вот или есть такие комбинаторы вот карри особенно обращал внимание на комбинатор омега мы можем бесконечно вычислять этот комбинатор и никогда не дадем какого-то окончательного значения вычисление не закончится никогда вот тупиковые термы тупиковые термы соответствуют бессмысленным или ошибочным программам мы бы хотели определять такие тупиковые термы не производя вычисления чтобы у нас зависал условно говоря вот для этого необходимо различать термы по тому каковы будут их значения будут ли они числами или булевыми константами и соответственно аргументы которые мы можем использовать в дальнейшем будем говорить что терм t имеет тип t большое будем говорить что t t малая принадлежит типу t большое или t малая является элементом t большое в том случае если t малая дает значение соответствующего типа причем проверить это можно статически не выполняя самого вычисления с помощью двоеточия вот здесь вот у нас допустим есть базовый тип тип функций а вот это вот тип 1 в тип 2 получается из типа 1 тип 2 какой-то допустим вот и соответственно можно задать вот эти вот комбинаторы i, k и s да и вот мы видим что тип у комбинатора i будет импликация из a в a ну тут стрелка непонятно что еще пока означает то ли это функция да то есть мы а вычисляем передаем а в качестве аргумента или это импликация ну вот забегая немножко вперед да вот я уже упоминал изоморфизм кариб функция соответствует импликации у нас вот комбинатор k у нас образом комбинатор s соответственно вот таким вот ну вот k и s это штуки вполне а это две аксиомы из пропозиционального исчисления гильберта ну собственно говоря вот чтобы для удобства можно конечно в число простых типов добавить еще что-нибудь типа там например тип булдов или значение или над для натуральных чисел вот ну правило типизации вот у нас вообще отношение типизации отношение типизации это наименьшее бинарное типами удовлетворяющие вот этим правилам типизации терм t малое является типизируемым или иногда говорят хорошо типизированным или корректно типизированным тогда существует t малое принадлежит t большое вот сколько чистое лямбда исчисления тюринг полно то дать точный типовый анализ всех примитивов языка невозможно типизация для измен допустим посмотрим предпосылка этого правила означает согласно гамма гамма это некоторый контекст согласно гамма предполагается что x имеет t далее следует определить правила типизации для применения если t первое дает при вычислении функцию переводящую аргументы типа t большое первое в результаты типа t большое где там вот здесь второе и если t второе дает при вычислении результат типа t большое первое то результат применения t первого к аргументу t второе будет иметь тип t большое второе вот так итак заметьте что конструктору типа функции то есть стрелкам соответствуют два вида правил правило введения которое показывает как элементы этого типа могут создаваться и правило удаления которое показывает как элементы этого типа могут использоваться ну сама эта терминология используется по аналогии с правилами натурального вывода обоснованием использования терминологии собственно является В конструктивных логиках доказательство некоторого предложения представляет собой демонстрацию конкретного свидетельства в пользу доказываемого предложения. Это свидетельство в многом похоже на вычисления. Например, доказательство предложения, если P, то Q, представляет собой механическую процедуру, которая, получая на входе доказательства P, строит доказательство Q. То есть вот из некоторой предпосылки строит нам Q, и таким образом мы доказываем по импликации Q правила введения импликации, понятно, как работает в натуральном исчислении. То есть у нас вот эти два правила типизации, и для применения они соответствуют правилам введения и удаления импликаций в натуральном исчислении. Вот, согласно соответствию Кари-Говарда, терм в просто типизированном лямбдоисчислении является доказательством логического предложения, соответствующего его типу. Вычисление соответствует упрощению доказательства методом устранения сечений. И фактически соответствие Кари-Говарда можно распространить на широкий спектр систем типов и логиков. Например, одна из наиболее исследованных систем типов, система F, соответствует конструктивной логике правилопрятка. Линейная логика Жерара, например, соответствует линейным системам типов. Модальные логики используются при разработке систем частичного вычисления и порождения кода во время выполнения. Ну, некоторые свойства просто типизированного лямбдоисчисления, вот такие вот, без каких-то там доказательств или даже схем. Во-первых, можно доказать лему о порождении, согласно которой из утверждения о типе, ну, эта лема позволяет из утверждения о типе получать доказательства этого утверждения. Затем теорема о единственности типов, согласно которой всякий терм имеет не более одного типа. Теорема о продвижении. Хорошо типизированный терм не может быть тупиковым. Теорема о продвижении. Ключо типизированного терма дает другой хорошо типизированный терм. Несколько ограничивает нас в работе с этим формализмом. Всякий терм имеет не более одного типа. Если мы вспомним, например, теорию мной, что там какой-то там, ну, скажем, объект может являться элементом сразу нескольких множеств, хоть вообще скольки угодно множеств. Вот, а здесь у нас терм только одному типу относится. Вот, соответственно, для того, чтобы с этим как-то было удобно работать, можно вводить то, что называется полиморфизмом. Это, например, полиморфизм через подтипы, когда мы говорим, что один тип является подтипом некоторого другого типа. Да, вот у нас S является подтипом типа T, вот здесь на слайде. Вот, ну, то есть мы будем говорить, что всякий терм, имеющий тип S, может безопасно использоваться в контексте, где ожидается терм типа T. Да, то есть функция, допустим, ну, не знаю, у нас там определены, например, натуральные числа, как подтип там целых, например. Вот, соответственно, если функция у нас принимает в качестве аргумента целое число, то мы можем ей натуральное передать, потому что натуральное это подтип целых. Да, вот так вот полиморфизм через подтипы работает. Есть более мощный вариант полиморфизма, более такой интересный, это параметрический полиморфизм. Он позволяет одинаково работать со значениями разных типов. Вот, тут у нас получается, что термы будут от типов зависеть. Вот, в этом случае будут использоваться типовые переменные или параметры. Да, ну, вот у нас, например, тот же самый комбинатор тождества, да, мы можем его определить для буллевых значений, вот как у нас здесь сделано. Лямбда Х, который относится к типу булл, и Х в итоге возвращается. Да, и можно определить для натуральных чисел, да, лямбда Х, где Х относится к натуральным числам. Вот, Х. Вот, они не полиморфны, да, хотя они ведут себя одинаково, да, вот. Но при этом, в первом случае они доработают только с аргументами буллевого типа, а во втором случае только с аргументами натуральным, которые относятся к натуральным числам. Вот, мы можем заменить, например, здесь булл и над, соответственно, на некоторую типовую. Вот, на А получится лямбда Х, где Х тип А, Х. Вот, это у нас будет такая лямбда комбинатор, ой, это самый комбинатор тождества, комбинатор тождества полиморфный, вот, в соответствии с параметрическим полиморфизмом. То есть здесь у нас А, это вообще типовая переменная, она будет работать со значением любого типа. Вот, то есть вот эта вот функция лямбда Х, где Х имеет тип А, и потом в теле абстракции просто Х, она будет принимать любые, любые аргументы, да. То есть вот эти вот конкретные комбинаторы тождества для буллевых значений и для натуральных чисел, они будут постановками, соответственно, булл и над вместо вот этого, этой типовой переменной. Типовой переменной А. Вот, ну, вообще способов расширения лямбда, просто типизированного лямбда исчисления существует несколько. Вот, например, лямбда куб можно назвать, такая вот интересная конструкция. Здесь вот лямбда сострелочкой, то есть левый, нижний, ближний к нам, как бы, вот эта вот вершина, левая, нижняя, ближняя к нам. Это как раз просто типизированное лямбда исчисления. Вот, мы можем его расширять разными способами, да, вот в соответствии с движениями по вот этим стрелкам. Здесь у нас, значит, лямбда куб предложил Хенк Баренрект, и здесь мы можем, например, мы движемся вот сюда, вот отсюда, вот в лямбда куб, допустим, да, то мы добавляем зависимые типы. То есть тут у нас типы будут зависеть от термов. Мы можем двигаться, например, вверх, да, вот в это вот лямбда 2, где написано. Соответственно, это будет добавление полиморфизма. То есть здесь у нас термы будут зависеть от типов. И мы можем двигаться вот так вот, да, к лямбда с омегой. Это у нас, соответственно, типовые операторы, типы будут зависеть от типов. Вот, ну, если мы все способы, да, вот, способы расширения, просто типизированные лямбда исчисления применяем, то мы получаем вот это вот лямбда П омега, вот тут вот сверху, которое правый, верхний, дальний, правый, верхний и дальний. Это исчисление построений, вот, самая мощная система, где вот система лямбда куба. Ну, надо сказать, что для всех систем лямбда куба выполняется строгая нормализация. Вот, то есть они, в общем, вычисления там заканчиваются всегда. Вот, теперь еще поговорим немножко о универсумах. Универсум – это тип, элементами которого являются типы, собственно, да, универсумы организованы, можно сказать, что есть универсум нулевой, первый универсум, второй и так далее. И универсумы понимаются кумулятивно. Ну, это что-то подобное стадиям в кумулятивной иерархии цирмела, когда у нас вот сначала на нулевой стадии у нас, например, либо есть какие-то ур-элементы, либо ничего нету, да, соответственно, мы должны создать все множество из того, что у нас есть. А если у нас ничего не было, мы создаем пустое множество, да, вот на первой стадии. Потом мы создаем, соответственно, синглитон из пустое множество на следующей стадии, ну и так далее, и так далее. Вот, и здесь у нас также вот иерархия универсумов, вот так вот, да, то есть есть некоторый базовый универсум, где простые типы находятся, и потом что-то более высокое. Вот, ну зачем нам нужны эти универсумы? Эти универсумы нужны для того, чтобы зависимые типы задать. Вообще, предикат, что-то утверждающий о токенах или термах определенного типа А, представляет собой функцию типа А в У. Вот, А в универсум. Вот, эта функция принимает терм Х типа А в качестве аргумента и возвращает какой-то П от Х с типом У в качестве значения. Вот, здесь у нас типы зависят от какого-то терма, да, то есть от значения терма, и зачастую это значение относится к некоторому другому типу. Вот, ну, допустим, у нас может быть тип списков, он никак не ограничен, просто тип списков, да, там все, все возможности списки. А можно определить тип списков длины 3, вот, то есть там это все списки только содержащих 3 элемента. Но есть гораздо более интересные примеры. Допустим, можно определять какие-то предикаты, предикаты, которые что-то утверждают о термах типа А. Они вот как раз представляют собой вот такие вот функции из А в универсум. Вот, эта функция, как я уже сказал, принимает некоторый терм Х типа А и возвращает П от Х, имеющий тип универсума. Зачем это нам нужно? Это нам нужно для следующего. Вот, допустим, у нас имеется некоторый предикат. Тогда с этим предикатом мы можем сформировать высказывание с квантером общности. Это утверждение будет говорить, что этот предикат выполняется всеми объектами домена. Однако в рамках типизированного лямбда исчисления мы можем говорить, что предикат выполняется только в том случае, когда у нас имеется соответствующий сертификат. Некоторые доказательства, свидетельства. Значит, мы можем говорить, что все объекты домена выполняют наш предикат только тогда, когда для каждого объекта мы можем получить такой сертификат. Другими словами, у нас должна быть какая-то функция, которая для любого терма или объекта домена, если говорить в таком, скорее, логическом терминологии. То есть вот эта функция для любого терма порождает соответствующий сертификат. То есть для высказывания с квантером общности нам требуется такой тип, термы которого были бы функциями, принимающими терм типа А в качестве аргумента и возвращающие терм типа P от X в качестве значения. Вот здесь терм типа P от X это и есть наш сертификат. Если посмотреть на тип функций, соответствующий импликации, который уже ранее у нас был, то видно, что вот этот тип функций является частным случаем типа зависимых функций. Ну или еще иногда говорят зависимых произведений. Обычная функция возвращает значение некоторого фиксированного типа. В случае же зависимых функций значение зависит от терма, который передан в качестве аргумента. Обычные функции представляют собой константные предикаты, которые для всякого терма некоторого типа каждый раз возвращают терм одного и того же фиксированного типа. В отличие от них зависимые функции возвращают терм такого типа, который зависит от терма переданного функции в качестве аргумента. То есть мы можем обобщить понятие функции до зависимой функции. И получается так, что в этом смысле первопорядковая формула с квантером общности представляет собой обобщение для пропозициональной формулы с импликацией. Вот. Кроме того, аналогично можно сформировать и высказывания с квантером существования. Квантер существования предполагает, что это высказывание истинно хотя бы для одного объекта. Ну, например, найдется хотя бы один объект домена, выполняющий данный предикат. В рамках типизированного лямбдоисчисления мы можем говорить, что предикат выполняется объектом домена в том случае, если у нас имеется соответствующий сертификат, опять же. Вот. Ну, в отличие от типа зависимых функций, нам не требуется, чтобы для каждого терма порождался соответствующий ему сертификат. Нам нужно иметь сертификат лишь для одного терма. Этого будет достаточно. Для квантера существования говорит, что хотя бы один объект выполняет подквантерное выражение. Вот. И, соответственно, нам нужно найти этот терм и для него предоставить сертификат, который соответствует объекту, выполняющему подквантерное выражение. Тем самым, вот этот вот тип, он называется тип зависимых сумм, он позволяет получить аналог экзистенциальной квантификации. Он представляет собой зависимую пару из терм и сертификатов. Нам недостаточно просто сказать, как в классической логике, что такой терм и подходящий ему сертификат существует. Нам нужно их предъявить, построить или обнаружить. И если посмотреть на тип пар, который соответствует конъюнкции. Что такое конъюнкция? В рамках типизированного лямбда-исчисления конъюнкция будет соответствовать парам. Это пара какая-то. Первый конъюнкт и второй конъюнкт. То видно, что тип пар представляет собой частный случай типа зависимых пар. Вот в типе пар второй элемент пары имеет некоторый независимый, фиксированный тип. В то время как второй элемент типа зависимых пар, будучи сертификатом для определенного терма, зависит от первого элемента этой пары. То есть зависит от самого этого терма. Таким образом мы можем сказать, что формула с квантером существования представляет собой обобщение какой-то пропозициональной формулы с конъюнкцией. На этом на сегодня все. Такой несколько сумбурный обзор получился. Но я думаю, что он может послужить мотивацией для дальнейшего погружения в эту тему. Спасибо за внимание. Какие у вас вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.